Добрый вечер! Каменные скрижали, подобные прежним, я напишу на этих скрижалях слова, которые были на тех скрижалях, которые ты разбил. Первые скрижали, Мушей разбил их, когда спустился с горы Синай и увидел, что еврейский народ пляшет, воет хороводы вокруг золотого тенца. Эти скрижали он разбил, и теперь Всевышний говорит ему, пришло время начинать все сначала, поэтому ты уже сделаешь себе. Если первые скрижали были целиком свыше и сами плиты каменные, и текст, который был написан на них, то теперь будет по-другому. Поэтому плиты ты сделаешь сам, ты их должен вытесать сам из камня, а уже письмена, которые будут на них, это уже придет свыше. После греха золотого тенца, после того, как этот грех был прощен, то, как и в любой системе отношений, когда есть какой-то кризис, это может быть ссора между людьми или кризис другого характера, как здесь был, то после того, как он исчерпан, то начинается процесс возвращения к прежним отношениям взаимного приближения. Для того, чтобы это сделать, нужно заново построить те отношения, которые были, а отношения между Всевышним и между еврейским народом, они описываются как союз, брит. Союз – значит договор, договор двух сторон, каждый из сторон принимает на себя определенные обязательства, и этот договор на основе чего-то. На основе чего? На основе закона. Союз – он на основе закона Туры. Закон должен снова вернуться в среду еврейского народа, тот же самый закон, который не меняется. Он должен быть написан на новых скрижалях. Скрижали уже новые, это не то, что было раньше. Время течет, все изменяется, изменяются условия жизни, изменяются наши собственные, положения. Еврейский народ до греха Золотого Тельца, стоя у горы Синай, действительно сумел достигнуть большой высоты, небывалой, фантастической. Не удержали. Не удержались, согрешили. Значит ли это, что закон теперь должен претерпеть какие-то изменения, чтобы он подходил народу, который уже согрешил, который стоит вовсе не на той высокой ступени, на которой он стоял раньше. Нет. Закон остается законом. Он не изменяется. Он пишется на новых скрижалях. Почему я на эту тему говорю, до сих пор не могу успокоиться. Сегодня видел сообщение, есть такая организация в Израиле, которая, как она пишет, ставит своей целью сделать иудаизм и закон, приблизить закон к народу, живущему в Израиле. Очень интересно. До сих пор я думал, что нужно стараться приблизить евреев к закону. А все оказывается на самом деле наоборот. Нужно приблизить закон к евреям, поскольку евреи соблюдать закон не хотят. Он им не нравится, он им не подходит. Значит, нужно закон к ним приближать. Закон должен идти на компромисс и должен там и сам острые углы обрезать, отшлифовывать так, чтобы он был… Ну, иными словами, то, что в XIX веке называлось реформой. Правда, сегодня никто не называет это реформой, поскольку это уже бранное слово превратилось. Но смысл все тот же самый. Либерализация закона, либерализация Торы для того, чтобы она подходила современному человеку, который… Это, кстати, самая по себе любопытная вещь. Человек прежнего поколения, ему закон не нужен был. Ему Тора не нужна была, ему религия не нужна была. Он был чужд этого. Ему все… Религия опиум для народа, она вообще неинтересна. Сегодняшний человек, ему нужна религия. Он в ней нуждается. Это совсем не тот человек, который был 30 лет назад, он совершенно другой. Он хочет религию, но не такую, либеральную. Поэтому вот возникла организация, которая хочет приблизить закон к народу. Это то, что мы здесь учим. Это не так. После того, как еврейский народ скатился жутко, страшно, совершил невероятный страшный грех золотого тельца. Ну, может быть, закон будет с некоторыми поблажками, немножко либерализованный где-нибудь. Нет, закон тот же самый. Закон тот же самый. Скрижали другие. Плиты другие. Это уже действительно не те люди. Но закон остается тем же самым законом. Это лирическое отступление. Внёмся к тексту. И будь готов к утру. После того, как ты сделаешь себе эти плиты, будь готов к утру, взойди утром на гору Синай и предстань там предо мной на вершине горы. И пусть никто не поднимается с тобой, и пусть никто не появляется на этой горе, даже скот мелкий или крупный, пусть не пасётся около горы. Пусть никто не приходит вместе с тобой. Во время первого дарования скрижали, и всё было не так. Весь еврейский народ собрался вокруг горы Синай. Все стояли плотно. К самой горе можно было подойти только немногим, а уж дальше подняться на гору только Муше, но, по крайней мере, все при этом присутствовали. Все слышали громы и молнии. Все видели это облако, которое окутало гору Синай. Все видели, как Муше скрылся в этом облаке. Сейчас нет. Сейчас ты только один. Раненько утром, когда все ещё, может быть, даже, ну не все, но, может быть, по крайней мере, часть ещё спит в одиночку. Почему? Дарование первых скрижалей сопровождалось криками, шумом, скоплением народа. Было большое народное действие, которое было всенародное, и кончило всё это плохо. Что осталось от первых скрижалей? Одни обломки. Вот сейчас сделаем по-другому. То, что, как говорит Раши, цитируя наших мудрецов, то, что происходило с таким шумом и с таким подъёмом, в конечном итоге кончилось плохо, значит, был здесь дурной глаз. Нет ничего лучше, чем скромность. Тихо, тихо, тихо. Без широкого распространения, без широкой огласки, без громов и молний. Тихо, тихо, тихо. И вот, действительно, те самые скрижали, которые мы получили во второй раз, с которыми Муше спустился через 40 дней в Йом-Кипур, они-то и остались. С них-то и начинается уже история еврейского народа с Торой. Нет ничего лучше скромности. И он вытеснул две каменные скрижали, подобные прежних, «И встал Муше рано утром, взяв в руки две каменные скрижали, и взошёл на гору Синай, как повелел ему Бог». Точно то, что было поверено Всевышнему, уже это выполнил. Рано утром с новыми скрижалями он поднимается на гору Синай. Я пропускаю здесь небольшой отрывок теста, поскольку этот отрывок мы уже в предыдущих уроках затрагивали очень подробно. И сейчас перехожу к 10 стиху, 34 глава, 10 стих. И сказал он, то, что Всевышний говорит уже Муше, «Вот я заключу союз перед всем твоим народом, я совершу необычное, подобного которому не было по всей земле и ни у каких народов». Вот я заключу союз. Уже эти слова вызывают вопрос. Зачем ещё раз заключать союз? Слово «союз» брит, оно постоянно-постоянно всплывает, что это возникает в отношениях между Творцом мира и еврейским народом. Ведь союз уже был заключён. Кстати, первый союз вообще был заключён ещё в Египте. Второй у горы Синай во время первого дарования Торы. А что сейчас уже третий? Не входя в вопрос, почему нужно было после Египетского союза заключать ещё новый союз, у горы Синай. Но у горы Синай уже был один заключён, так зачем сейчас второй? И что подчёркивается здесь? Вот я заключаю союз. «Перед всем твоим народом я совершил необычное, подобное которого не было на всей земле ни у каких народов. И весь народ, среди которого ты находишься, увидит, сколь грозно деяние Бога, которое я совершу для тебя». Что здесь имеется в виду? То, что сказано здесь, я совершу необычное. То, чего не было вообще никогда в истории. Здесь объясняют наши мудрецы, что это соответствовало как раз просьбе Моше, который просил, чтобы еврейский народ был отличен от всех народов мира. И в чём будет это отличие? В том, что шхина, то есть близость к Богу, будет именно с еврейским народом и ни с каким другим народом на земле. Всевышний соглашается на эту просьбу. Эта просьба удовлетворяется в ходе заключения Нового Союза. Но пока ещё нам непонятно, зачем нужен был Новый Союз, и мы этот вопрос запомним, к нему мы ещё вернёмся. Пока что посмотрим ещё здесь по тексту. «Соблюдаешь ты то, что я велю тебе ныне. Вот я изгоняю от тебя и Муреев, Кнанеев, Хетов, Перезеев, Хивеев и Ивусеев». Раша обращает здесь внимание на тот факт, который мы уже осветили в предыдущих уроках. Здесь написано о шести народах, которые населяют страну Израиля, и которых придётся выгнать из него. Кто это? «Вот я изгоняю от тебя Всевышний». Обещает помочь в этом деле, изгнать от тебя и Муреев, Кнанеев, Хетов, Перезеев, Хивеев и Ивусеев. Всего шесть народов. Но ведь в стране жило на то время семь народов, а не шесть народов. Здесь же поменуто только шесть. На этот вопрос отвечает Раша здесь. Здесь названо только шесть народов, потому что гергаши сами ушли от еврейского народа. То есть, один из народов, который населял тогда эрес Исраэль, предпочёл, вместо того, чтобы защищать свои владения в стране Кнаан, вместо этого они предпочли уйти, и, согласно преданию, они переправились в Северную Африку, и там, в Северной Африке, они основали свою колонию, где-то в районе Энумиби. «Соблюдай же то, что я тебе велю ныне, значит, вот я изгоняю тебе эти народы, остерегайся заключения союза с жителями страны, в которую ты войдёшь, чтобы они не стали западнёй для тебя». Как же нужно остерегаться? «Но разрушь их жертвенники, сокрушите их обелиски», то есть статуи их богов, «срубите их аширы». Ашира – это культовое дерево, которому поклонялись кнаанейцы. Ведь ты не должен поклоняться ему, иному богу, потому что бог – он ревнитель. Бог – ревнитель он. А если ты заключишь союз с жителями этой земли, то есть что будет, если еврейский народ, попав в Иерусалис Рей, сумеет он совершить вторжение, захватит себе там достаточное количество площади земли для того, чтобы поселиться, ну и попытается, что вполне естественно, после того, как войны по захвату будут закончены, почему бы не пытаться устроить более-менее добрососедские отношения с коренными жителями, которые ещё останутся, если они останутся. Плохо это, потому что если ты заключишь с ними союз, если ты попытаешься построить с ними добрососедские отношения, тогда, чем это закончится, то они, эти жители земли, будут блудить, следуя за своими божествами, за своими идолами, и приносить жертву своим божествам. Ну и кончится это чем? Что кто-нибудь из них позовёт тебя на соседей всё-таки, на семейное жертвоприношение, кто-нибудь из них позовёт тебя, и ты будешь есть мясо его жертвы. Неудобно же, в гости пригласили. Мясо жертвы, которое было принесено идолам, оно строжащим образом запрещено. Мало этого, а если и мясо, то с мясом, естественно, идёт и вино, и выпивка. Ну а что больше может приблизить людей, чем совместное возлияние? И будешь ты брать его дочерей, чем это закончится, что выяснится, что у тебя есть сын, а вот у его соседа есть дочка, и пошло, и пошло. И будешь ты брать его дочерей за своих сыновей, когда его дочери будут блудить, следуя за своими божествами, и они развратят твоих сыновей своими божествами. Поэтому никакого сближения с жителями этой страны не может быть. Отношения должны быть очень-очень суровыми. Литого божества не делай себе, праздник мацы соблюдай. Семь дней ешь мацу, как я повелел тебя в назначенное время месяца весеннего, потому что в этом месяце ты вышел из Египта. Месяц весенний, имеется в виду помнить, здесь есть чёткое требование, чтобы праздник Песах, в который мы едим мацу на протяжении семи дней, чтобы он всегда приходился на месяц весны. Ну, месяц весны – это немножко мой вольный перевод. Имеется в виду ходыш ха-авив. В современном языке авив – это весна, но здесь есть довольно строгое требование. Слово авив происходит от слова ибур, то есть это процесс наполнения зёрен. Когда зёрна наливаются, зёрна злаков, то вот это и называется авив. Когда происходит в стране Израиля вот этот вот процесс, при котором зёрна злаков уже достаточно крупные и наливаются, это время, которое приходится на… Ну, это действительно называется уже весной, то есть после весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие наступает конец марта, 22-23 марта. Значит, праздник Песах всегда должен приходиться на время после 22 марта. Он не должен быть перед 22 марта. Что в этом такого сложного? А сложность в этом та, что месяцы-то у нас не солнечные, и не март, и не апрель, и не июнь, и не декабрь, и не январь. А месяцы в еврейском году – они месяцы лунные. Лунный месяц – он короче, чем месяц солнечный. И лунный год – он короче, чем 12 месяцев лунных, короче, чем год солнечный. Поэтому требуются особые формулы, при помощи которых сравниваются циклы лунные и зимние, так, чтобы всегда, и это достигается при помощи добавления в високосные года дополнительного месяца, с тем, чтобы всегда, всегда, в любом случае приходилось так, чтобы праздник Песах проводился на то время, когда колоссия уже, колоссия злаков уже налились, и это всегда должно быть после весеннего равноденствия. Это Ходэш А-Авив, месяц А-Авив. Все раскрывающее утробу мне, то есть первенцы, говорит Всевышний, принадлежат мне. И так все первенцы – самцы твоего скота, телята или ягнята. А вот осленка, первым вышедшего из лона, выкупи ягненка. А если не выкупи, то проломи ему затылок. Выкупи каждого первенца и своих сыновей, и пусть не предстают передо мной с пустыми руками. Первенцы. Об этом уже говорилось в конце недельного раздела Бо. Всевышний объявил, после того, как еврейский народ вышел из Египта, а предшествовала исходу из Египта гибель египетских первенцев, и тогда Всевышний объявил, что все первородное в еврейском народе принадлежит ему. То есть, есть на нем статус к душа. Что значит душа? Это то, что посвящено Всевышнему и отделено от простого и обычного использования. Что это означает? Вот здесь есть конкретные указания. Рождаются у тебя дети, то есть младенцы мужского пола и первородные. Первородность здесь не по отцу О, а по матери. Если у матери родился первородный мальчик, то его нужно выкупать. Каким образом выкупать? Это уже здесь не сказано. В другом месте Торо говорит, что выкупать его нужно, давая деньги Коэну. Коэн – священник, он как бы здесь представитель Всевышнего, которому Творец мира передал это право получать выкуп первенца, и это его деньги. Если родилась первородная у скота, тоже первородность определяется здесь, это мужской пол, и первородная у самки, тогда они тоже выкупаются. У кого выкупаются? Аналогично. У Коэна. Нужно дать деньги Коэну, и с того момента, как… Вот проблема возникает здесь с осленком. Осленка первым вышедшего из лона выкупи ягненка. Если первородная скота, ягненок, теленок, на нем есть душа, то есть они, эти пхород первородные, они посвящаются Всевышнему, то что касается осленка, осленок – это нечистое животное. Его посвятить Всевышнему невозможно, а принести его в жертву тоже невозможно. Что тогда? Есть процесс, Тора говорит, процесс выкупа. То есть ты даешь священнику Коэну, даешь ему ягненка вместо осленка, и с того момента, как произошла эта замена, то этот осленок становится твоим обычным ослом, осленок, с которым ты можешь работать, привозить тяжести, а ягненок, который получил Коэн, является ли он посвященным, нужно ли его приносить в жертву, как остальное первородное? Нет, его не нужно приносить в жертву. Он в тот момент, когда Коэн его получил, он становится обычным его Коэна имуществом. Прочитаем это в Раше. Так, осленка первого вышедшего из лона, говорит Раше, это не касается первенцев никакого другого чистого вида животных. То есть чтобы мы не подумали, что первенцы чистых видов, а именно ягнята или телята, они посвящены Богу, и они должны быть принесены в жертву, а те, которые рождаются первородные у нечистого животного, его же не принесешь в жертву, тогда, может быть, то, что написано здесь в истории, касается всех первородных нечистых видов животных. Нет, касается только осленка. Вот его, этого осленка, ты выкупишь ягненком. То есть нужно дать ягненка священнику, и этот ягненок не имеет статуса посвященного, его не нужно приносить в жертву. Священник может его использовать как угодно, в отличие от обычного первородного скота из чистых видов, как ягнята и телята. Этот, поскольку сам он, теленок полученный коэном, поскольку сам он не первородный, а он только выкуп за первородного осленка, то тогда его может использовать коэн как угодно. А самого осла хозяин тоже может использовать для любой работы. Вот если ты этого не делаешь, как говорит Тора, а если не выкупишь, то проломи ему затылок. Если ты не собираешься выкупать своего первородного осленка у коэна, то тебе придется с ним расстаться, проломи ему затылок. Дальше, выкупи каждого первенца из твоих сыновей. Каким образом это выкупается и за какие деньги, Тора здесь не говорит, это сказано в другом месте, Раша это приводит. Имеется в виду, нужно это 5 мер серебра, то, что называется, села, 5 серебряных монет такого веса или вес серебра, равный им, который дается коэн. 6 дней работай, продолжает Тора, а в седьмой день отдыхай. От пахоты и жатвы отдыхай. Несколько странное предложение. Отдыхать от пахоты и от жатвы в субботу вообще есть общая остановка всей творческой деятельности. Почему Тора здесь подчеркивает именно пахоту и жатву. Есть 39 категорий человеческой деятельности, которые запрещены в субботу. Пахоты и жатвы, безусловно, входят в них, но они только 2 из 39. Почему именно эти? Этот вопрос приводит здесь Раши. Почему пахоты и жатвы выделены здесь отдельно? Одно из объяснений, которые дают наши мудрецы, что здесь речь идет о пахоте перед началом субботнего года и о жатве после окончания субботнего года. Вот сейчас у нас 6-й год 7-летнего цикла. Это значит, что следующий год – это Шмита, Швид, 7-й год. 7-й год Тора запрещает земледельческие работы, а именно нельзя пахать поле, нельзя его засевать. Что касается сбора урожая, то там правила более сложные. Тот урожай, который вырос сам, то, что выросло само, то нельзя сжинать обычным образом, так как жнет урожай хозяин, а можно лишь снимать то, что необходимо для пропитания. Не больше того, то есть для того, чтобы не вести себя как хозяин, не демонстрировать то, что я хозяин этой земли, и я снимаю весь урожай. Хозяин у этой земли, он один, он всевышний, а мы только жители. В лучшем случае квартиросъемщики, арендаторы, но не больше того. Это закон Тора. Значит, по закону Тора с того момента, с начала года, с самых первых дней 7-го года запрещена и пахота, и засев, и жатвы. И пахота, и жатвы. Здесь же сказано, как пишет Раши, некоторые из мудрецов говорят, что это сказано о пахоте перед началом субботнего года. Но перед началом субботнего года это еще 6-й год. 6-й год, еще все разрешено, да. Но у нас есть принцип, который называется «Лосиф Михоль Аль Акодыш», то есть прибавить от будничного к святому. Несмотря на то, что 7-й год начинается только в день Роши Ашана, за некоторое время до этого уже Тора требует, чтобы были прекращены эти работы. Словами Раши нужно добавить от будничного к святому, то есть к субботнему году нужно прибавить еще и некоторое время, в которое присоединяют смежную пахоту и жатву, то есть пахоту в конце 6-го года и жатву в начале 8-го года. Получается, что значение стиха такое. 6 дней работай, 6 дней работай, а в 7-й день отдыхай. Значит, в 6 дней можно работать, значит, можно пахать и можно сеять в 6-й, и можно сжинать урожай в 6 дней творения. Можно. Но и из этих разрешенных в будние работы, что касается пахоты и жатвы, они запрещены в субботний год. Имеется в виду в сам субботний год, потому что по поводу самого субботнего года есть отдельный отрывок. Имеется здесь в виду перед началом, то есть пахота перед началом субботнего года, от них нужно отдыхать, и жатва по истечении 7-го года, когда урожай, то, что выросло в 7-й год, в Шмету, на него распространяются ограничения жатвы, те же, что и распространяются на жатву, которая происходит в сам 7-й год в Шмита. И соблюдай праздник Шивот, первенок жатвы пшеницы, и праздник сбора плодов при возобновлении года. Есть у нас три основных праздника, есть Песах, про него сказано раньше, теперь соблюдай еще праздник Шивот. Праздник Шивот – это праздник первенок жатвы пшеницы. Если праздник Песах приходится на момент созревания злаков, когда мы говорили, это ходыши авив, когда наполняются злаки, наполняются зерна злаков, но касается это только самых-самых ранних злаков, а именно ячменя. Ячмень можно начинать, его сжинать с точки зрения сельскохозяйственного календаря уже сразу после Песы, уже в Песах происходит самый первый сбор урожая ячменя. Пшеница – более поздняя культура, больше времени уходит на ее созревание, и вот через 50 дней после праздника Песах на Шивот к этому времени уже созрела пшеница, поэтому в праздник Шивот приносится первая жертва из пшеничной муки. Это первенки жатвы пшеницы. И поэтому Тора повелела в день праздника Шивот приносить особую жертву. Это два пшеничных хлеба, которые приносятся в храме. Три раза в году, продолжает Тора, все твои мужчины должны пристать перед лицом владыки Господа Бога Израиля. Три раза в году. Умеется в виду на вот эти вот три раза в году, три праздника – Песах, Шивот и Сукот. Сукот, который здесь назван праздник сбора плодов при возобновлении года, когда год возобновляется после, в месяц Тишрей, после праздников Роши-Шана и Йом-Кипур, приходит праздник Сукот при возобновлении года. Это время сбора урожая. Сбора урожая не имеется в виду сбора урожая злаковых. Его уже давным-давно убрали и в Песах, и в Шивот. Имеется здесь в виду другое. Сбор – это когда собирают домой, то есть сжатые снопы стоят на поле и высыхают до самого конца года. При возобновлении года, начало нового года, в преддверии дождей, которые скоро пройдут, высохшее уже зерно начинают загружать в дома, в склады, в закрома, как это на Руси говорили. Вот это самое время сбора урожая. Вот что означает здесь сбор урожая. Таким образом, все три праздника, они имеют земледельческую привязку. Песах – весна, когда созрел урожай ячменя. Шивот – когда созрел урожай пшеницы. Сукот – когда убирают уже урожай, который был снят и до сих пор находился на полях, сох, то его уже убирают домой. Вот эти три самые точки, они являются тремя главными праздниками, которые называются Шлушар и Галим. Почему Шлушар и Галим три раза? Здесь три раза нужно собираться, всем мужчинам нужно собираться, должны пристать перед лицом владыки Господа Бога Израиля. Речь идет о том, как будет построена жизнь в Иерусалиме, не в пустыне. В пустыне все просто. Нужно прийти и перед лицом Всевышнего, люди приходят из своих палаток, подходят к мешкану, к соборному шатру, все хорошо. В Иерусалиме. В Иерусалиме Шхена будет обитать в храме, храм будет в Иерусалиме. Значит, три раза в году любой мужчина, написано все мужчины, все мужчины должны собраться в Иерусалиме на три праздника. Женщины освобождены, мужчины обязаны. И здесь возникает непростой вопрос. А что скажут, ведь есть же вопросы, что называется, безопасности и охраны страны. Мы же не живем среди мирно настроенных, дружественных соседей. Никогда такого не было. Всегда были соседи рядом, которые, безусловно, с большим удовольствием использовали такую прекрасную ситуацию, когда все мужчины уходят в Иерусалим для того, чтобы, ну, как минимум ограбить приграничные поселения или города, а может быть и даже и больше, а может быть и попытаться захватить, не только ограбить, а захватить и присвоить себе эти места. Как представляет себе Тора вопрос обороны страны, если три раза в году все мужчины без исключения должны собраться в Иерусалим? На первый взгляд это, как кто-то это назвал, это заповедь национального самоубийства. Они здесь идут одна за другой. Сначала здесь была упомянута Шмита, седьмой год, раз в семь лет еврейский народ, живя в Иерусалим, должен отказаться от засева, не сеять целый год. Не сеять целый год, вопрос, а чем будем питаться? Ну, как-нибудь этот вопрос решим. Найдем, чем питаться. Завезем из соседних стран, завезем еду. Ладно, этого мало. Три раза в году все мужчины должны собираться в Иерусалим. И не по очереди, и не смены, а все вместе. Очень удобно нападать на все приграничные и селения, и города. А при желании даже можно начать и большую войну. Всех очень удобно захватить. Все находятся в одном городе, все мужчины. Говорит Тора, ничего страшного. А я уничтожу народы перед Тобой и расширю Твои пределы. Расширю Твои пределы. Тебе придется уходить из этих широких пределов. Придется уходить в Иерусалим. И никто не пожелает Твою землю, когда Ты придешь предстать перед лицом Господа Бога Твоего три раза в году. А это, говорит Всевышний, Ты уже оставь на меня. Я уже устрою так, что никто не пожелает. А если кто-нибудь пожелает? Нет, может быть, спокойно. Это мое дело. Ты можешь идти. Мне же страшно. Действительно страшно. Оставлять. Мужчины идут. А значит, получается, что я жену и детей оставлю. Действительно. Иногда бывает не нужно. Нет, может быть, нет никакой необходимости, нет никакого запрета в том, чтобы они пришли в Иерусалим. Пусть они придут, но не всегда могут, особенно всегда маленькие дети. Транспортных средств тогда не было. Нужно было идти пешком или на ослах. Это дальняя дорога. Значит, в ряде случаев оставляли их. Оставляли женщин, оставляли детей. И уходить теперь в Иерусалим. Ну ведь страшно же. Будьте спокоен. Больше идти. Тора обещает. И никто не пожелает твою землю, когда ты пойдешь пристать перед лицом Господа Бога. Понятно, что пообещать такое может только творец мира. Если бы человек писал подобного рода текст, никогда бы не дал обещание, которого нет никакой возможности никакому человеку исполнить. Как исполнить так? Как пообещать подобного рода вещь, что три раза в году и вещи становятся же известными. А народ-то вокруг, они быстро выяснят еврейский календарь, в какие это дни происходит. И пообещать такого рода вещь, что вы можете спокойно, никого не боясь, оставлять все, оставлять границу, оставлять свои семьи и собираться всем в Иерусалиме. И три раза в году? Да, может. Такое обещание только творец мира может дать. 25 стих. «Не режь при квасном кровь моей жертвы, и пусть не останется до утра пасхальная жертва». Это заповеди, связанные с пасхальной жертвой, Курбан-Песах. Два запрета здесь. Первый – когда приносится эта жертва, а приносится она во второй половине дня, 14-го Несана, то есть канун праздника Песах, после полудня, к этому времени ни у кого из евреев уже не должно быть квасного. Хамец уже запрещен. И человек, который не уничтожил хамец к этому времени, и он отправляется в храм для того, чтобы приносить пасхальную жертву, нарушает здесь вот этот самый запрет, о котором сказано. «Не режь при квасном кровь моей жертвы, и пусть не останется до утра пасхальная жертва». После того, как пасхальная жертва уже зарезана, все правильно, все кожерно, после этого вы пасхальную ночь ее едят, и нужно съесть ее целиком, чтобы не оставалось до утра. «Первые плоды твоей земли приноси в дом Господа Бога твоего». Это заповедь Беккурина. Первые плоды имеются в виду, как подчеркивают наши мудрецы, не все первые плоды, имеются в виду только плоды семи, тех из семи видов, которыми славится еврейская страна Израиля. То есть, это виноград, это финики, это фиги, это гранаты. «Не вари козленка в молоке его матери». Очень известный стих. «Не вари козленка в молоке его матери». В устной торе утверждается, что на самом деле имеется в виду не козленок и не его мать, а имеется в виду куда более широкий запрет, то, что называется запрет молока с мясом. Нельзя, как пишут, и раньше здесь приводят, наши мудрецы подчеркивают, что вот этот вот запрет «Лотфи вашей гди бы халеви мо», «Не вари козленка в молоке его матери» повторен в торе три раза. Зачем три раза? Одного достаточно. Отсюда Талмуд в трактате Холюн делает вывод, что здесь содержится три разных запрета. Первый запрет, как пишет здесь Раши, нельзя есть мясо с молоком. Второй запрет, нельзя его использовать. И еще третий запрет, нельзя варить. В таком порядке приводит здесь Раши это объяснение. На самом деле, идея порядок должен был быть другим. А именно, самый первый запрет, запрет на варку, но не запрет употреблять в пищу. Нельзя варить мясо с молоком. То, что сварено, то есть мясо, сваренное в молоке, его нельзя уж и есть. Более того, нельзя не только его не есть, нельзя его еще использовать, получая от него какую бы то ни было выгоду. А если, например, мясо с молоком не сварено, а просто в холодном виде, человек ест бутерброд с сыром и с колбасой вместе, на такой бутерброд запрет Торы не распространяется. Нет запрета Торы есть мясо вместе с молоком, если они не сварены вместе. Мудрецы это запретили. На практике это запрещено мудрецами, как ограды вокруг закона. Но с точки зрения запрета Торы, этот запрет распространяется только на то мясо, которое сварилось именно в молоке. Ну а запрет использовать, получая пользу, он тоже распространяется только на мясо, сваренное в молоке. И мудрецы здесь уже от себя ничего не прибавили. То есть, если это мясомолочная смесь, которая получилась не в результате варки, а какая-нибудь холодная смесь, то нет запрета её использовать вообще. Теперь какая связь между тем, как устная Тора представляет этот запрет, и между тем, что написано в тексте письменной Торы. Устная Тора говорит о запрете мяса с молоком, а в Торе написано, вот этот козлёнка про его маму, козлицу. Как это всё вместе? Говорят наши мудрецы, что то, что написано в письменной Торе, где, лот и вашель где, обычно мы это переводим как козлёнок, но это не точный перевод. Ибо когда Тора хочет назвать его козлёнком, как, например, в книге Берешит в истории про Иуда и Тамара, она называет его где-изим, то есть детёныш-козлёнка. Значит, где, строго говоря, он не козлёнок, а строго говоря, где – это детёныш, от слова «года», что означает отрезать, разрезать, отделить, то есть это плод, который отделяется от чрева матери. Значит, где имеется в виду детёныш любого млекопитающего животного? И то, что сказано в молоке его матери, не имеется в виду, что именно в молоке его собственной матери нельзя, в любом молоке любого кошерного животного его нельзя, а слово «матери» упомянуто в Торе только для того, чтобы исключить птицу, то есть весь этот запрет не распространяется на мясо птицы. Мясо птицы, сваренное в молоке, запрещено только мудрецами, а Тора его не запретила. Едем дальше по тексту. «И Бог сказал Муше, напиши себе эти слова, ведь на основе этих слов я заключил союз с тобой и с Израилем». Вот мы задали вопрос, и мы сейчас снова возвращаемся. Опять союз. На основе этих слов, кстати, Раша здесь подчёркивает, это слова мудрецов в Талмуде, на основе этих слов, то есть вот эти слова ты запиши, но ты не вправе записывать те части Тора, которые даны тебе устно. Устное учение нельзя записывать. Вот этот вот самый союз, который Всевышний заключает с еврейским народом, этот союз на основе Тора. Что означает союз? Есть особые близкие отношения между двумя сторонами, которые устанавливают союз, устанавливают союзный договор, Творец мира и еврейский народ. Точно так же, как устанавливаются особые, особые близкие отношения между ними, то это исключает всех остальных. Другие сюда не входят. На основе чего? На основе Торы. На основе, ну ведь у нас же есть письменная Тора, есть устная Тора. Здесь сказано, что ты запиши себе эти слова, ибо на основе этих слов ты запиши себе эти слова. Но если эти слова будут записаны, то ведь любой же их может прочитать. Записанный текст, он достояние любого человека, который может читать. да, но на самом-то деле союз заключен не на основе письменной Торы. Союз заключен, как говорят наши мудрецы, на основе устной Торы. Устное учение, которое должно быть передаваемо от учителя к ученику, и нельзя его записывать. Эти слова ты запиши, но ты не вправе записывать те части Торы, которые даны были тебе для устной передачи. Они внутри узкого круга еврейского народа, они не выходят наружу. Этим и объясняется запрет записывать устное учение. На основе устного учения заключен союз со Всевышним. Союз, который сближает еврейский народ и Творца мира и исключает все остальные. Письменная Тора. Письменная Тора – достояние всего человечества. Так на самом деле и случилось, когда в эллинистическую эпоху, эпоху развития культуры и межнациональных отношений, греческие цари Египта повелели перевести и Тору, и книги пророков на греческий язык. И с тех пор это достояние всего культурного, более культурного или менее культурного человечества. Устная Тора остается исключительно еврейской. Хотя ее пришлось в дальнейшем записать, потому что иначе мы бы устную Тору попросту забыли бы в результате тех жутких условий, в которых оказался еврейский народ, рассеянный, изгнанный со своей земли, рассеянный по своему свету, угнетаемый, уничтожаемый. Пришлось записать. Но записали таким хитрым образом, что все равно книжка остается за семью печатями, и книга «Устные Торы» и «Толмуд», если культурный человек возьмет ее и попытается самостоятельно, ее изучать без учителя, который сумеет ему это преподать, то довольно скоро он ее вернет обратно на полку и скажет, что эту чушь он читать не собирается больше. Это исключительно союз с еврейским народом. Ну и теперь вопрос о необходимости этого союза. Этот вопрос мы задали в самом начале урока. Зачем новый союз? Рамбан здесь на месте пишет так. «Запиши себе это». Всевышний повелел Муше записать книгу Союза. Тоже называется «Сефер Абрит». Книга Союза, она упомянута в предыдущих главах во время дарования Торы. Всевышний повелел Муше записать книгу Союза и причитать ее народу, чтобы они приняли все заповеди, сказав «сделаем» и «услышим». Если есть союз, то есть обязательства сторон. Обязательства, которые Всевышний взял на себя, мы знаем. Обязательства, дать еврейскому народу землю Кнанииску. Обязательства еврейского народа – соблюдать заповеди. Ну а теперь нужно софиксировать эти обязательства. Значит, должен быть текст, в котором заповеди будут упомянуты. Так вот ты и запиши, говорит Всевышний Муше, эту книгу Союза и прочитай ее народу, чтобы знали, на основе чего заключается этот Союз, какие обязательства они на себя принимают. Как это и было в первый раз. Но если это в первый раз уже было, то зачем же повторять это еще раз? Ибо Он пожелал повторить при даровании вторых скрижалей все, что было при даровании Торы в первый раз. Все повторяется, все, что было тогда, повторяем сейчас второй раз. И нет сомнения, что Муше исполнило это повеление. Только в первый раз это было записано, что Муше это записал. А здесь не написано, что Он записал. Здесь есть только повеление Всевышнего. Запиши. Но здесь, как и во многих других случаях, не было необходимости писать и сделал Муше так, как Ему сказали. Понятно. Всевышний повелел. Он сделал. Но зачем же второй раз? И мне кажется, что поскольку народ Израиля согрешил и тем самым разорвал союз, Всевышний должен был заключить с ними новый союз, который уже не будет отменен. Есть разные союзные договоры. Тот союз, тот договор, который был заключен при первом дровании Торы, он мог быть разорван в тот момент, когда одна из сторон, как это обычно бывает при заключении договора, когда одна из сторон грубо его нарушает, нарушает основные статьи договора, то договор теряет силу. Тоже и было здесь, когда еврейский народ сделал золотого тельца, поклонялся, нарушил очень-очень строгие запреты и был причинен Хилу-Ля-Шем, то, что называется осквернение имени Всевышнего, то договор потерял силу. Нет больше. Нет больше этого договора. Как мудрецы это сравнивают с целью, что здесь это приводит, подобно тому, как царь, заключивший брачный контракт со своей невестой, узнав о том, что она распутничала, он просто рвет этот брачный разговор. В нашем случае это был не сам царь, в нашем случае муше разбил скрижали, которые были здесь как символом этого брачного договора. Но такова суть. Поэтому сейчас, когда все возвращается, когда грех золотого тельца прощен и когда заново выстраиваются отношения, то нужно заключить договор заново. Но вопрос, ну это уже второй или третий договор, а что потом будет четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой? И каждый раз, когда еврейский народ будет грешить? Нет. Вот этот вот уже дополнительный, связанный со вторыми скрижалями союз, он уже не будет отменен. То есть он уже такой, что сколько бы евреи не грешили, и сколько бы они не нарушали законы, сколько бы они не нарушали статьи самого этого договора, договор уже остается в силе. Он уже не будет расторгнут. И он повелел муже записать условия вот этого вот возобновленного договора, как сказано, на основе этих слов «я и заключил с тобой закон». Так объясняет Рамбен ту особенность этого нового договора, который был заключен здесь во второй раз со вторыми скрижалями. Вторые скрижали уже не были разбиты. Тора, которую мы получили со вторыми скрижалями, она остается с нами и по сей день, и союз, который был заключен тогда, он обязывает нас с тех пор и постоянно расторгнуть его уже невозможно. Как говорили древние, либо евреи, либо мертвые. Третьего не дам. Третьего не дам.